Вернемся к этой перемене, в которой находятся предсказанные вероятности. Каким образом происходит переход от вероятности к самим предсказанным значениям? Очевидным образом, по принципу модального прогноза. Какая вероятность больше, P1 или P0, такое значение, единичное или нулевое, и присваивается. В данном случае, поскольку у нас две категории, очевидно, может быть ситуация, что P1 либо больше 0,5, либо меньше, и P0 либо больше 0,5, либо меньше. Получается, что пороговое значение 0,5. Здесь перед нами респонденты, для которых предсказывается участие в профсоюзе. Если мы будем проручивать ниже, вот респонденты, у которых вероятность P1 меньше 0,5. Таким образом, для них будет предсказанное неучастие в профсоюзе. Это пороговое значение можно настраивать. Например, поставить 0,4. И тогда люди, у которых вероятность P1 0,40, допустим, 3, они тоже пойдут в первое значение, то есть участие в профсоюзе. Но эта процедура требует обоснования строгого и весомого. Для того, чтобы это обоснование найти, в частности, можно обращаться к специальному методу, который называется ROG Curve. Мы менять не будем. Пороговое значение, оно еще называется Cut-Off. Поэтому можно считать на этом работу по строению логистической модели, объясняющей участие в профсоюзе рядом предикторов, завершенной. Напомню, что у нас было гораздо больше гипотетических предикторов. Мы отобрали их в несколько шагов при помощи пошаговой регрессии, меняя significance и следя за тем, чтобы число итераций хватало для завершения расчетов. Далее мы проверили модель на устойчивость, несмещенность, на гомоскедастичность данных. Убедившись, что все в порядке, и главное, что прогностическая сила модели удовлетворяет нас, мы перешли к ее интерпретации, а именно контрольной группы и коэффициентов регрессионных. При этом учли, что есть мультикаллинеарные предикторы, их совместно проинтерпретировали. После чего нашли типаж, который наиболее вероятно участвует в профсоюзе, сохранили переменные с предсказанными вероятностями участия.